Новгородцы с детьми, пользуясь прекрасной погодой Бабьего лета, вовсю обживает новый детский городок в парке 30-летия октября. И это может быть опасно. Официальная площадка не сдана, работы еще не завершены. Некоторые конструкции элементарно не доведены до ума. Такое впечатление сложилось у Алены Сувтяной, которая в рамках большого пресс-тура проехала сегодня по территориям, где ведется благоустройство. В начищенных ботинках по ровному асфальту. Рейд общественников, журналистов и чиновников начинается с образцово-показательного двора. На Державе на 4 асфальта не было в принципе. Тут лежали плиты. 3,5 миллиона рублей, месяц работы и весь двор оделся в асфальт и новые бордюры. Все бы ничего, но изъяны уже видны. На новом полотне появились трещины, в нескольких местах скопились лужи. Небольшие лужи, это в пределах допустимых норм. Маленькие. Дождей-то еще долго не было. Не будет людей? Не, они дожди были большие очень. То есть это остаточное. То есть, как вы видите, лужи-то практически нету нигде. Хозяин, как говорится, барин. Гарантию строители дали на 5 лет. Общественность пообещала. Если осенью здесь случится Венеция, с подрядчика спросят по всей строгости. Я снимаю! Я снимаю! Новую детскую площадку в парке 39 октября маленькие новгородцы уже оценили. Ребятню отсюда не выгнать ни днем, ни ночью. Но тут, как в той самой плохой сказке. Где-то хорошо, где-то не очень. Сидеть на скамейке, свесив ноги в лужу, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Строители парируют. Это черновое покрытие. Прорезиненное. Все изъяны скроют. Но это журналистам можно сказки рассказывать. А вице-губернатор Дронов отличить халтуру от новых технологий в состоянии. Обратить внимание на вот эти локальные просадки, где мы сейчас видим уже лужу, потому что покрытие, оно не будет выравнивающим своим. То есть оно ляжет абсолютно четко на то основание, которое подготовлено. А подготовлено основание не основательно. Железное крепление детских качелей уже ходит ходуном. Устранить недочеты и доделать работу подрядчик должен до 30 сентября. Тогда и станет ясно, утонут 7,5 миллионов в лужах или нет. К основанию в сквере у реки Веряжа у проверяющих претензий не возникло. Работа идет своим чередом. В этом году, в отличие от предыдущего, принимать объект в снегопад точно не придется. А вот сделать перепланировку, видимо, надо. Во избежание травматизма. Мы когда делали дизайн-проект, мы подразумевали, что рядом со спортивным сооружением будет стоять скамейка, да? Все делали как по проекту. Вот я сейчас сяду, вы подтянетесь и мне каблуком по голове треснете. Кто-то подтянется, устанет, присядет, отдохнет. На руки мне, да? И если в городе претензии к работам по благоустройству оказалось громадье, то в районах все практически идеально. В Панковке появился новый круглогодичный спортивный комплекс для молодежи. Зимой каток, летом поле для игр в футбол и баскетбол. В Шимске наши проверяющие добрались и туда. Вот-вот начнется установка скамеек в новом сквере. В этой дивной картине освоения федеральных средств есть лишь одно черное пятно под названием двоечники. Пестово, Пала, Пролетарка и их территории, которые так и не будут благоустроены. Торги не состоялись. У нас принято принципиальное решение, если какие-то работы не выполнены, заказчику деньги выданы своевременно, работы не выполнены, значит, эти работы он будет завершать за свой счет в следующем году. Суетиться надо было вовремя, добавляет министр. Не ждать, пока крупные фирмы с ней зайдут до конкурса на 250 тысяч рублей, а договариваться с местными индивидуальными предпринимателями. Так, кстати, поступили в Шимске. Дмитрий Александров со своими подчиненными лично укладывает тротуарную плитку у ДК. И неплохо, как видите, укладывает. Не бог весть, какие деньги, зато люди потом скажут спасибо. Алена Суфтина, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.